Мы духовно бедные люди. Если измерять американцев мировыми и историческими мерками, то мы самые богатые. Правда состоит в том, что богатство не спасет нас. Мы надменные и высокомерные. Мы гордые. Бог спасает нас. Он избавляет нас. Я рад быть с вами. Тема этой проповеди «Используй шансы по максимуму». Этот год является годом шансов. Большинство из нас уходят в себя из-за препятствий, трудностей и потрясений. Среди всего этого бог дает церкви возможность служить нашему поколению. Мы живем в непростое время, и мы решаем проблемы. Я не разочаровался в Боге и не устал чтить Его. Я молюсь о вас. Откройте Библию и сердце для Бога. Он дал нам поручение. Мы пройдем этот период и получим новое помазание. Мы станем более решительными в исполнении воли нашего Господа Бога, чем когда-либо раньше. Пусть Бог обильно благословит вас. Аминь. Привет, церковь! Для меня честь быть с вами. Тема этой проповеди «Используй шансы по максимуму». У меня есть друг, это успешный бизнесмен, с которым я познакомился много лет назад. Он видел мои проблемы в церкви как возможность. После знакомства я понял, что он не считал их проблемами, а воспринимал их как шансы. Я вижу реакцию христиан на вирус, и я считаю, что нам нужно принять решение использовать эту возможность. Начну я сегодня с пятой главы послания к Ефесиным. Я верю в то, что Бог пробуждает церковь так, как никогда. Бог потрясает землю. Возможно, вирус появился в Китае, но Бог потрясает всю землю. Начну я с 13 стиха. Но все тайное при свете становится явным. Нуждаемся в Божьем свете. Свет нужен не только политикам. В Божьем свете нуждаются те, кто собирается в церкви и считает себя учеником Христа. Мы тревожимся о своем спасении, а остальное не интересует нас. Бог — это моя жизнь и мое время. Это обман. Павел говорит, все тайное при свете становится явным. Свет делает все видимым. «Проснись, спящий, воскресни». И Христос осветит тебя. «Проснись, спящий» — это проповедь года. Сон — это важная часть жизни. Отдых — это хорошо, но когда ты спишь, то не знаешь, не беспокоишься и не чувствуешь. Если у вас крепкий сон, то это классно. Если вы спите много, то проснитесь и идите на работу. Библия говорит, «Сын, который спит во время жатвы, бесчестит своего отца». Не позорь отца. Если вы спите все время, то вы в коме. Это нездоровое состояние. Протестантская церковь США находится на грани комы. Мы спорим, какой перевод Библии лучше всего. Мы спорим, часто ли нужно участвовать в вечере. Мы спорим о музыкальном стиле. Или о стиле одежды служителя на служении. Но мы почти не обращаем внимания на десять заповедей. Мы изменили закон о браке. Общество отплывает от берега Божьей истины. Мы соль и свет. Когда Павел призывает спящего проснуться, то он не говорит это язычнику. Я могу разговаривать по-другому. Но не могу выговорить это. Итак, живите осмотрительно. Он пишет церкви. Живите осмотрительно. Не так, как глупые, но как мудрые. Используйте каждый шанс. Ведь в эти дни много зла. Используйте шансы в злые дни. Нам нужно не только избегать зла или побеждать грех. Используйте каждый шанс. Поэтому не будьте глупыми, но поймите волю Бога. Непонимание воли Бога — это признак глупости. Есть те, кто понимает волю Его, и есть глупые. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству. Но исполняйтесь Духом. Наставляйте друг друга псалмами и гимнами. Пойте и славьте Господа. Всегда и за все благодарите Бога и Отца. Во имя Господа Иисуса Христа. Всегда и за все благодарите Господа и Отца. Пока мы не закончили, я вернусь к стиху. «Церковь пробуждения просыпается для принятия истины Господа». Ты услышал истину, а теперь исполни ее. Избери верить истине. Слушание истины похоже на обзор витрины и на просмотр интернета. «Исполни истину». Купи истину, как товар, чтобы ее отдали тебе. Выберите истину. Мы говорим, я верил в истину, но я не жил по ней. Жизнь в истине обеспечивает новое будущее. Бог говорит, купи истину и не продавай. Приобрейте мудрость и понимание. Купи истину и не продавай. Во время покупки происходит обмен. У вас есть то, что вы цените. Деньги, время — это то, что вы цените. Вы меняете это на то, что вы цените больше. Покупаете истину. Друзья, нет ничего ценней этой покупки. Это время. Подталкивает нас к выбору того, во что мы верим. В Евангелии Иисус говорит о кончине века. Он наставляет учеников. Смотрите, чтобы никто не сбил вас с пути. Говоря о конце века, он постоянно предупреждал об обмане. Если вы верите в то, что вас можно обмануть, то вы уже обмануты. Когда основание уничтожено, то что сделает праведник? Что? Основание нации колеблется. Я хвалю полицию. Еще я хвалю социальных работников. Я могу квалифицировать категорию социальных работников сам. Если вам нужен сотрудник службы спасения, то пастор не поможет вам. Я благодарен за все наши службы быстрого реагирования. Они несовершенны, но они молодцы. Бог трясет основы наших опор. Мы полагали, что университетский городок — это площадка для обмена прежде всего здравыми идеями. Однако мы наблюдаем внимательно за всякими мелочами, но мы забываем о самом главном. Я за образование. Двумя руками за образование. Но Библия больше не правит нашей жизнью. И люди забыли о Конституции. Большую часть времени мы плывем по реке жизни. Я приветствую технологии, и я рад, что люди, которые не попали сюда, смотрят нас сейчас по теле. У них есть доступ к просмотру. Мы проповедуем Евангелие Христа. Всему этому миру из маленькой церкви тут, в Теннессии. Проблема в том, что мы не считаем церковь чем-то важным, но сила приходит тогда, когда мы общаемся друг с другом. Бог раскачал опоры. Бог сказал, тот, кто слушает мои слова и исполняет их, подобен мудрому человеку, построившему дом на скале. Когда мы слушаем Божье Слово в учении Господа Иисуса Христа и применяем все услышанное, то это защищает основания жизни. Есть те, кто считает, что истина субъективна, и ее нужно очистить, пропустив через свое личное восприятие. Люди говорят, никто не говорит мою правду, мою, твою, ее, их и нашу правду. Это искажение идеалов, по которому все жили. Мы говорим, ты поймешь этого человека, когда окажешься в его положении. Я согласен с этим выражением, но частично. И каким бы путем мы ни шли, мы верим во многие идеи о Господе. Все мы разные. Все мы люди разного возраста и сословия. Вы знаете, я общался со многими людьми. Я прихожу к выводу, что жизнь сейчас сложнее, чем нам хотелось бы. Порой она несправедлива. Есть плохие люди, все разочаровываются. Однако Бог призвал нас реагировать правильно, несмотря на несправедливость, которую причинили нам. «Прощай, и Бог простит тебя, покайся, поверь, и ты спасешься». Эта истина смотрит дальше и выше, чем мои обстоятельства. Я никогда не видел отношения, настолько достоинного осуждения, чтобы Бог не требовал от меня проститься. Я никогда не переживал настолько темные времена, чтобы Бог сказал мне, «Ты не простил обиду, но ты можешь не делать этого». По крайней мере, можешь не делать этого в этот раз. Церковь, наберись смелости и согласись. Согласись с истиной. От каждого из нас Бог требует действовать справедливо и чисто. Я прекрасно знаю, что вы читаете книгу пророка Михея часто. Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и ходить пред Богом смирения. От каждого из нас Бог требует действовать справедливо, любить дела милосердия и ходить перед Богом смирения. Это требования ко всей Церкви Христа, а не к каким-то избранным. Они выше расы, культуры и общественного положения. Цари, князья, олигархи и целое облако диктаторов подвергали нападкам эти божественные принципы. «Царство Бога живо и по сей день». Однажды эти люди получили справедливую расплату. В данное время все мы наблюдаем за тем, как все колеблется. Я общался и выслушивал ребят из разных мест. Я увиделся с людьми из Гватемалы. Они рассказали, как население испугалось ковида. Они отвечали на звонки. Там карантин. Уроженцы страны баррикадируют шоссе. Местные жители берут палки и ветки с деревьев. Многие не готовы, у них нет еды, у них голод. Несколько недель эти христиане упаковывали мешки с 30 килограммами продуктов в каждом. Они раздавали их в городах Гватемалы. Мы общались с нашими друзьями из стран Африки, из Беларуси. Давайте будем откровенными насчет Америки. Те из американских христиан, которые собираются для поклонения Господу, считали то, что нас спасут наше богатство. Мы сконцентрировались на богатстве страны в надежде, что оно принесет нам избавление. Мы ждали, что Конгресс выпустит программу распределения, и триллионы долларов упадут на нас. Мы не сходим с ума, потому что мы верим в то, что наш достаток спасет нас. Большая часть планеты не мыслит так. Потому что у них нет таких ресурсов. Мы духовно бедные люди. Если измерять американцев мировыми и историческими мерками, то мы самые богатые. Правда состоит в том, что богатство не спасет нас. Мы надменные и высокомерные. Мы гордые. Бог спасает нас. Он избавляет нас. Я не иду против властей. Я благодарен властям за их помощь. Павел пишет Симофею о том, что быть благочестивым и довольным — это великое приобретение. Довольство — это лучше, чем праздничные события. Это лучше, чем комиссионные. Это лучше, чем найти дорогое авто, забытое в амбаре. Великое приобретение — быть набожным и довольным. Развивайтесь в этом. Не дайте врагу украсть их у вас. Благочестие и довольство — это ценнейший вклад в ваши отношения с Богом. Бог не дает недовольства, потому что это проявление нашего эгоизма. Мы не можем купить что-то, и мы считаем то, что мы заслуживаем, то, чего у нас нет. Недовольство переливается через край. Набожность и довольство — это приобретение. Мы ничего не вынесем из этого мира. Имея еду и одежду, будем довольны тем. А думайте об этом. Да, у меня нет той одежды или еды, которую мне хотелось бы иметь. Бывает так, что ты ставишь блюда перед человеком, а ему не нравится эта еда. Что ты будешь? Пить субботу. Ее нет. Может быть, куриные палочки? Да, без куриных палочек дети голодают. Нам не нравится обеспечение. Обеспечение нашего Бога. Мы злимся на Него. Мы обижаемся. И не хотим простить. Те, кто хочет стать богатым, впадают в искушение. В ловушке и во вредные желания. Они погружают людей в гибель. Библия не осуждает богатых. Благословение Бога приносит изобилие. Но желание большего толкает верующих людей в искушение. В ловушке и во многие безрассудные вредные желания. Вожделение и похоть. Оно погружает их в погибель. Довольство — это противоположный путь. Учитесь быть довольным тем, что у вас есть. Пусть оно растет в вас. Я знаю ряд верующих в Иисуса Христа, у которых есть дар довольства. Одна сестра работала с нами в церкви давно. Она делала уборку. Я знал ее и ее мужа с детства. Однажды она сказала, что ей установят бассейн. Она очень подробно описала мне этот бассейн. Она говорила долго. Пока я слушал, ко мне пришла мысль, как им это удалось. У ее мужа было скромное жалование. И вот я подумал. Мне нужно научиться тратить деньги. Мудро. Каждый день она говорила о бассейне. Ее машина сломалась. И я довез ее. Она предложила посмотреть на бассейн. Я прошел с ней во двор. Это был надувной бассейн диаметром в 3 метра для детей. Она радовалась этому бассейну больше, чем если бы я радовался роскошному, экзотическому бассейну, который я обычно показываю по телевидению. Так что будьте довольными. Учись быть довольным. Откажитесь покупать ненужные вещи, и это поможет вашим детям научиться довольству. Итак, недостаток довольства приводит к желанию иметь еще больше. Это не насытность. Она пожирает вас. Она настойчива и начинает требовать от вас. У меня есть право на это. Я заслуживаю большего. У соседа этого больше, чем у меня. Это пожирает нас. Не смотри на то, чего у тебя нет. Благочестие и довольство. Павел пишет так. Тех, кто богат в этом мире, учи не заноситься и надеяться на богатство. Богатство не дает будущего. Павел сказал так. Пусть надеются на бога, который обогащает нас обильно для наслаждения. Молитесь так. Бог, прости меня за то, что я считал, что богатство этой страны обезопасят мое будущее и будущее моих потомков. Прости меня за то, что я считал, что у меня есть право на что-то. Прости меня за то, что я уступил недовольству. Бог избавляет нас. Уолл-стрит не избавит вас никогда. Поймите, что это старое испытание. Это испытание старо. Как наша цивилизация, оно приходит из сердца, и оно не от бога. Оно является причиной нашего духовного сна. Мы не знаем, что с нами. Вы спите, и волосы взъерошены. Вы спите, и у вас несвежее дыхание. На вашей рубашке есть складки. Вам все равно. Надеюсь, вы не пришли в церковь, чтобы спать. Если это так, то мы сохраняем дистанцию между собой. Это не новое событие. Мы отдалились от бога и спим. Мы не видели состояние своего сердца. Аввакум пишет. От этого закон потерял силу, и суда нет. Нечестивое одолевает праведного. Поэтому суд происходит превратный. Исайя сказал, если захотите и послушаетесь, то вкусите благо земли. Если будете упорствовать, то меч пожрет вас. Пророк Исайя обращается к народу Бога, с которым он вступил в завет. Как сделалась блудница и верная столица. В ней было правосудие. И правда обитала в ней, а теперь в ней живут убийцы. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимое насаждение его. Бог говорит, это мой народ. Я заботился. Я сторожил. Я сам пас его. И ждал он правосудие. Но вот кровопролитие. Ждал. Правда. И вот вопль. Послушайте меня. Вы жестокие сердцем, далекие от правды. Он обращается к тем, с кем Бог вступил в завет. Бог говорит к современной церкви, к людям, рожденным свыше. Пророк описывает людей, называя их нечестивыми. Иудеи той эпохи извратили всякое правосудие. Они противостоят Богу и бунтуют. Это убийцы, пролившие кровь. Они живут в угнетении. Готовы ли мы с вами увидеть то, что все беды пришли из-за греха в нашем сердце? Мы заснули. Мы не жили праведно. Грех отвлек нас. Мы поклоняемся равнодушно. Мы не хотим вставать во время прославления. Христиане творят массу грехов в нашем обществе. Наше сердце отошло от Господа. Нас постоянно осуждают за все. От каждого из нас Бог требует действовать справедливо, любить дела милосердия и ходить перед Богом в смирении. Это требование ко всей церкви Христа. Во время пробуждения Бог предлагает нам пересмотреть наш образ жизни. Он желает, чтобы мы использовали время с пользой. Если Святой Дух упрекает вас, то не злитесь. Примите волю Господа. Давайте смиримся и согласимся с Богом. Он поднимет нас на новый уровень, и мы принесем больше плодов в будущем. Я помолюсь о вас. Отец, я благодарю тебя за силу и могущество твоего слова. Спасибо за твое приглашение изменяться. Помоги нам принимать истину и слушать себя внимательно. Спасибо тебе за то, что ты делаешь за твою силу и за благословение в будущем. Во имя Иисуса Христа я молюсь тебе. Аминь. С Богом. Мы думаем так. Я не уступлю свое место в церкви. И подайте мне стаканчик кофе. Но пусть он не будет слишком горячим. Если я не услышу любимый перевод, то это означает, что помазание ушло из церкви. Я согласился бы с вами, но помазание уходит совсем по другим причинам. Благодари Бога. Он дал нам благо. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не в выборах. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. А нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллена, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова